Самокат У нее мы учились очень долго А вот после этого Вот в ЦМШ один год Здесь в Питерской десятилетке два года Потом еще по музыкальным школам У нас, да, родители и сестры, все музыканты Относительно, ну, четыре комнаты Но мы помещаемся, мы еще учимся в разных городах Кто где, вот сейчас у нас все пианисты в Петрозаводске учились Уже почти все, ну, потихоньку заканчиваем В следующем году все закончим уже У нас вот мы с сестрой в аспирантуре остались А самая старшая сестра, тоже пианистка, она закончила пять курсов и преподает У нас негласный закон получился такой, что мы все занимаемся одновременно И это действительно хорошо, потому что мы одновременно занимаемся И одновременно перестаем заниматься Мы это абсолютно не обсуждаем, но просто мы перестаем И становится спокойно и тихо Но у нас не очень хорошие пианино, но их шесть И, в общем-то, всегда есть где позаниматься дома В Петрозаводске сложнее Там уже консерватория, у нас там общежитие Там бывает, что все классы заняты Родители заставляли много С детства вот прямо всегда только на том, что заставляли Поэтому и занимались Только вот, ну, последнее время я как-то сам уже Либо потому что есть концерты занимаюсь Либо просто у меня есть традиция тоже заниматься Каждый день, например, с утра Но у нас мама пианистка И поэтому пианистов она, конечно, очень много Ими занималась всегда А папа больше как бы занят обычно Он у нас как бы спонсор получается Он директор школы и все время работает Я очень рад своим педагогам, которые у меня были Их у меня было много И их мне всегда подбирали Вот мама пианистка, она как бы именно искала Хорошего педагога всегда Подумал, что пора бы уехать Вот тоже за сестрой У меня сестра туда поехала Она в Гамбург поехала И я тоже тогда поехал в Германию Но мне там повезло Такой хороший был Токко, преподаватель И, ну, в общем-то, как там оказаться? Там же легко оказаться Просто найти человека, который поручится за тебя И, в общем-то, едешь и живешь, учишься потихоньку Ну, там была очень хорошая организация И вообще все какое-то такое светлое Очень много позитива Очень хорошие люди были Я там знакомился с разными пианистами хорошими Но я после Бетховена как раз с Равелли играю Но это началось еще с ЮАР Потому что мне там, как-то я вспомнил Что хотел 31-ю сонату Бетховена выучить И вот я к ЮАР ее выучил И там у меня были разные варианты тоже И мне очень понравилось именно с Равелли играть Вот 31-я соната Бетховена, она как бы такая заоблачная А потом такой Равеллин как бы немножко собирает Но тоже как будто о том же, да? Ну, в каком-то смысле А Шопена – это просто мои любимые два опуса, которые мне тоже очень приятно играть И мне кажется, что они как бы для второго отделения очень подходят тоже Предыстория очень важна на самом деле Но я стараюсь, главное, не слушать других исполнителей Когда учу и даже вот когда готовлюсь к концертам Я тоже стараюсь не слушать эти произведения А вот предысторию какую-нибудь – это очень даже ничего Я недавно почитал Нейгауза статью про 31-ю сонату Бетховена Я это очень люблю как раз И, ну, я больше как раз, видите, не с немецкой, получается, точки зрения смотрю А вот, например, школа, да? Получается, вот какое мнение мне очень интересно и очень полезно было Версаладзе, конечно, и Соколова Доходим иногда вот на концерты, конечно Бывает, что так впечатлишься Я на Соколове вообще плакал Когда тут в консерватории он играл Ну, это было достаточно давно Может быть, я был более эмоциональным Но на самом деле нет У нас есть такая традиция Если нравится, то уж там прослезится У нас и у мамы, так и у сестер Иногда смеемся У нас с детства кошки были, да Вот, вообще, сколько я себя помню Всегда были кошки И если их нет, куда-нибудь уезжаю там В Петрозаводске, в общаге, там нельзя кошек И мне как-то немножко не по себе Потому что, действительно, привык уже всю жизнь Сейчас четыре кошки и два кота Всего шесть, получается Какое-то время было двенадцать, что ли У нас даже была комната для них выделена И они там устраивали какую-то, не знаю Такую заварушку сплошную Пока что, как бы, я пытаюсь Хотя бы научиться сам существовать И это, как бы, не всегда получается Поэтому я даже особо не задумываюсь на эту тему Вот, чтобы ответственность уже брать за, скажем так, семью, которую я сам создал, да Которая у меня есть, я за нее еще могу там Там сестре купить билет какой-нибудь Да, знаете, и так приходится много Свои цели у меня есть, они важные Это как-то рассказывать какие-то ситуации своей музыкой Ну, своей, которую сочинили другие композиторы Ну, чтобы ей что-то передать И, конечно, смысл в том, чтобы ее тоже понять, да И таким образом передать публике какие-то Ну, я пытаюсь передать все-таки чувства какие-то Поэтому в основном я играю больше музыку, которая романтическая, например Или в ней присутствует какая-то душевность Я сочинил сонату, в общем-то, достаточно большую Прям совсем большую Но о ней как бы мнения очень разные бывают Но тоже даже не опираясь на них У меня просто вот когда сочиняется Тогда я уже и сочиняю Я себя в композитор совсем не вписываю И вот у меня просто действительно Мне очень хотелось сочинить сонату И я ждал, пока она придет Вот пришла, и вот как бы что получилось уже Ну, там много как раз чувств моих И переживаний, всяких мыслей А вот другая музыка Насколько в ней может быть тесно или не тесно Я с трудом успеваю выучить Что мне еще нравится, что мне бы еще хотелось Потому что, например, когда у меня концерты Я пытаюсь уже туда вписывать ту программу, которую я могу успеть, да И поэтому что-то новое учить, ну так, бывает достаточно проблематично То есть мне совсем не тесно Еще очень много чего я хотел бы выучить Как я говорил, у меня такая цель Там больше даже не индивидуальность А больше именно Просто вот вы знаете как Есть слова, которые мы говорим, да И они что-то значат А есть вот пьесы, которые мы играем И чтобы они что-то значили И вот ими что-то действительно говорить Вот у меня такая задача Поэтому я запросто с удовольствием Взял бы еще парочку Очень-очень известных и миллион разыгранных произведений И с удовольствием их бы представил Даже не в каком-то супероригинальном виде Не в этом как бы задаче А ну просто как бы Чтобы их выразить Как получится Ну конечно как можно лучше я постараюсь Ну это я уже везде говорю Что у меня есть любимая группа Джимми Раквай Ну ее я слушаю кстати больше Именно вот чтобы настроиться Не знаю на какой-то лад Скажем мне нужно быть энергичным Нужно быть там Например выступать Перед выступлением Джимми Раквай слушать Очень мне как-то нравится Или например в какой-нибудь поездке Где знаете все совсем чужое И долго чужое Бывает так два месяца уедешь Ну редко бывает Но бывает Уедешь и уже вот прям совсем Все люди каждый день новые Вот просто едешь в новый город Там все новые И языка родного давно не слышишь Все места новые И вот тут раз включаешь свой Джимми Раквай И вот прямо как дома Везде становится как дома Очень хорошо Он как-то так Стал же всю обстановку Подстраивать Под свой лад Под тот лад Под тот лад который мне уже знаком Я и новую популярную Вот которая сейчас появляется Даже новые русские группы Ну редко бывают там Какие-нибудь хорошие мелодии У них же в чем суть Чтобы они были какие-нибудь Запоминающимися И мне это тоже интересно Вот на меня это как-то Хорошо влияет То есть просто знаете Бывают очень такие Американские песни У них там вообще на одной ноте Самая главная аранжировка Или рэп например Там уже мне как-то не вдохновляет То есть мелодичность Пожалуй важна Мелодичность И ну немножко слова Я слежу тоже Чтобы там были приличные А бывают вообще Отличные смыслы у песен Просто вообще Одно название I follow rivers Это для меня Прямо вот как Супер философия жизни На самом деле Есть такая песня Она достаточно смешная И это шведская певица Люки Ли Я это где-то уже рассказывал тоже Но I follow rivers Это как бы Я следую за реками И это как раз как помощь В каких-нибудь сложных Ситуациях жизненных Не знаешь что делать Да Подумай как бы Просто какой выбрать курс Да Зачем следить А что было на реках Да исторически Строили города Значит если хочешь найти Себя Да Или Свою ситуацию Вот пожалуйста Поищи свою дорогу Качество звучания Оно иногда Задает Как бы Какой-то уровень Да То есть Слышишь Современная музыка Она на Образах звучания Да Вот как они подбирают Вот эти вот инструменты Когда они вот там В ритме звучат И вот Просто слушаешь Вот это качество И понимаешь Что просто там Д-д-д Вот так вот уже Играть становится стыдно Кстати Это реальный факт То что я чувствую Что я послушаю Современную музыку Я слушаю хорошее качество У того же Джимиракова У него прямо очень хорошее И после этого на рояле просто бывает Так чувствуешь что стыдно Ага Значит что-то Надо за звуком последить То есть вот в этом смысле Бывает полезно Чего бы вы сами себе пожелали? Дом на колесах с роялем Чтобы всегда было где позаниматься И можно было на гастроли ехать И там заниматься Ну это я реально над этим сейчас Работаю Ну это я реально над этим сейчас